В гостях современная российская поэтесса Анна Егаян. Давайте её поприветствуем. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Ой, как волнительно. Вы даже себе представить не можете, насколько. Добрый вечер. Я очень рада Вас видеть на презентации моего сборника, в моей книге «Высшая точка чувств». Я, честно говоря, хочу сказать, что вот я вот там сидела и вспоминала о том и представляла себе, как однажды я сюда приходила и была на презентации других авторов. И представляла, насколько они сильно волнуются перед предстоящим таким мероприятием. И сейчас стою здесь я. И я очень рада, что благодаря Вам этот день всё-таки наступил. И мы совместными усилиями сделали то, что я называю чудом. Мы воплотили мечту. Это мечта моего детства, мечта моих родителей. И этого ничего бы не случилось, если бы не Вы. Поэтому я очень рада и искренне Вас благодарю. Спасибо большое, Анна. Спасибо большое, уважаемые читатели, которые пришли сегодня навстречу, и те, кто смотрит нас, возможно, сейчас в сети. И давайте я задам первые вопросы, но с удовольствием буду Вам передавать микрофон, если у Вас будут вопросы к Ане. Анна, скажите, пожалуйста, какие стихотворения вошли в Ваш первый сборник, и почему именно они? Как Вы их выбирали? Я написала, не скажу, что большое количество произведений, но для меня лично это очень много. Я написала около 130 произведений. И это те произведения, которые вошли в сборник. Безусловно, их было больше, но я очень долго отбирала произведения, которые войдут в сборник. Очень долго советовалась с мамой. Я отправляла ей стихи. Мы вместе отбирали. Мы отбирали с моей командой произведения, которые войдут в этот сборник. Я хочу сказать, что в этом сборнике произведения не только из моей жизни, но это произведения, которые я написала, вдохновляясь историями людей. Потому что после каждого мероприятия ко мне подходят люди и делятся своими историями жизненными. И это вдохновляет меня писать. Я поделилась частью себя. В этом сборнике моя душа, мое сердце. И для меня было очень волнительным этапом публикации сборника, когда ты понимаешь, что ты полностью обнажен перед своим слушателем душой. Не только душой, но и сердцем. Поэтому в этом сборнике вся я. Вся моя жизнь, вся моя любовь и все мое вдохновение именно там. Спасибо большое, Анна, и за эту искренность, без которой, наверное, поэзия невозможна. А следующий вопрос, он тоже будет о вашем дебюте. Что значит для писателя или поэта его дебютная книга? Что вы испытали, получив первый экземпляр своего сборника, вот когда вы смогли взять его в руки? Расскажите, пожалуйста, поделитесь своими чувствами. Наверное, это как ребёнок, которого ты растишь, которого ты воспитываешь, в которого вкладываешь всю свою любовь, все свои ощущения, все свои чувства. И ты наблюдаешь за тем, как с каждым произведением этот ребёнок растёт. И в какой-то момент он должен вылететь из родительского крыла. И, наверное, я поняла это спустя достаточно большое количество времени, что мой ребёнок готов к полёту. И я понимаю, насколько это важно для меня, насколько это важно для моих слушателей, потому что в первую очередь, конечно, меня знают как чтеца, потому что начинала я свою жизнь, свой творческий путь именно с прочтения произведений других авторов, классиков, современников. И писала свои стихи в стол, никому их не показывала. Я понимала, что это я пока ещё не готова показать мир у себя. И, наверное, я поняла, что пора открыться своему слушателю, потому что я хочу быть искренней, я хочу быть открытой. И я выпустила своего ребёнка, если можно так назвать, в полёт. Спасибо большое. Пока не вижу Ваших рук, но если у Вас появляются вопросы, уважаемые читатели, не стесняйтесь. А следующий мой вопрос к Анне будет таким. Анна, в сборнике есть стихотворения, которые написаны и от мужского лица. Чем, на Ваш взгляд, отличаются мужские и женские представления о любви? Спасибо за вопрос. Не знаю, как в моей жизни так сложилось, что большая часть произведений у меня написана от мужского лица. Наверное, мне всегда было интересно, как ощущают, как чувствует любовь мужчины. Как женщина я могу сказать, что я понимаю, чувствую, что такое любовь, и я могу рассказать о ней как женщина. Но я очень часто разговаривала, слушала мнения психологов о любви мужчины, чем она отличается от женской. И, наверное, это мои представления о том, как умеет любить мужчина. Это, безусловно, в этом есть большая разница. Мужчины чаще всего, мне кажется, они держат эту любовь где-то внутри, и они достаточно сдержаны. Но, знаете, как показывают поэтические вечера, на которых я вижу своих слушателей, и мужчин становится всё больше и больше, я понимаю, насколько могут быть чуткими мужчины, насколько они могут открываться этому чувству и не стесняться даже слёз. Поэтому я продолжаю свой путь и продолжаю познавать это чувство от лица мужчины. Спасибо большое. У нас есть вопросы с зала. Пожалуйста. Здравствуйте. Я бы хотела спросить у вас. Я только начинаю свой путь записывать стихи. И, конечно, сейчас я стесняюсь публиковать свои. Но как сделать так, чтобы все произведения, которые даже каких-то авторов, которые, ну, классиков, записывать так, чтобы это не на твой счёт, что вот, у тебя там душа болит, и тебя это тревожит, и поэтому ты записываешь, ну, какое-либо произведение. А смотрели как не на, так сказать, не как личности, там, Таня, а как на чтеца, вот, чтобы вот эту грань, ну, отдалить. Вот. И как записывать стихи так, чтобы они были разные, чтобы ни одна была манера, ну, как, подачи. Вот. Потому что я смотрю очень много всяких честов. Вот. И мне нравится именно ваша подача, как вы подаете произведения, что они все разные, хотя и многие бывают, ну, все равно повторяются какие-то очень много там, вот, как подачу, вот, сделать. И спасибо вам большое, что, хотя и виртуально, но вы помогли мне пережить очень сложные моменты в моей жизни. Вот. Так что спасибо. Спасибо вам за вопрос. Как я могу к вам обращаться? Таня. Таня, очень приятно. Благодарю вас за вопрос. Хочу в первую очередь сказать спасибо за то, что вы поделились этими эмоциями. Слышать от своего зрителя, от слушателей, что в какой-то момент я им помогла в жизни справиться с какой-то сложной ситуацией, это для меня очень ценно, для меня это большой подарок. И я понимаю, что все, что я делаю, делается не зря. А теперь перейду к ответу. Конечно, будут люди, которые будут пытаться соединить вашу жизнь со смыслом произведений, потому что, когда я записываю какие-то произведения об очень грустной любви, о неразделённых чувствах, конечно, люди чаще всего предполагают, что в моей жизни есть кто-то, кого я очень люблю и по кому очень сильно страдаю. Но от этого никуда не денешься. Просто продолжайте тот путь, который вы начали, продолжайте читать для себя и для того слушателя, которому вы это всё посвящаете. Что касается подачи, я никогда не заставляю себя записать какое-то видео, потому что, как только я себя заставляю что-то сделать, не получается так, как это должно получиться. Я понимаю, что я записываю произведения в разные этапы моей жизни, и каждый этап, он разный, соответственно, и подача, она отличается. Например, когда меня одолевает грусть, тоска, соответственно, произведение получается подбирать близкие по состоянию Души. Когда мне хорошо, когда мне светло, мне хочется читать о чём-то светлом и приятном. Старайтесь не зацикливаться на том, как правильно должно быть. Делайте так, как чувствует ваше сердце. Да, это неплохо смотреть на кого-то и брать с других пример. Это прекрасно. И я очень рада, что я являюсь отчасти таким примером для вас или для многих других слушателей. Делайте от сердца, и тогда у вас всё обязательно получится. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Анна. Сейчас задам один вопрос, а потом передам с тобой свой микрофон дальше. Вопрос касается того, что принято считать, что любовная поэзия — это во многом чтение для барышень всё-таки. Как вы считаете, корректно ли делить поэзию на мужскую и женскую? До сих пор, да, об этом идут споры, до сих пор об этом спорят, рассуждают. Я не делю мужскую и женскую поэзию. Для меня это всё о любви, о светлых чувствах, об искусстве. Я могу сказать, что до сих пор мужчины признаются в чувствах барышню своим, возлюбленным через стихи. И даже на моих мероприятиях бывает, что на мероприятии недавно в поэтическом вечере с оркестром мужчина признался в любви, прочитав произведение. Но приходит очень много запросов и от прекрасных дал сочинить какие-то произведения или посоветовать, что можно прочесть для мужчины. Я не знаю, я не делю мужскую и женскую поэзию. Я считаю, что она всецело охватывает любовь, и это всё о любви. Спасибо большое. И у нас есть вопросы с зала. Пожалуйста. Анна, спасибо вам за ваше творчество, за ваши поэтические вечера. Ваш сборник стихов называется «Высшая точка чувств». Хотел спросить, почему вы именно это произведение выбрали главным, и что для вас «Высшая точка чувств»? Я искренне благодарю вас за вопрос, я вас сразу узнала. Вы, наверное, на каждом моем поэтическом вечере, который проходит в Москве, вы были. и я очень рада вас видеть. «Высшая точка чувств» — это произведение, которое является ключевым в моем творчестве, и я могу сказать, что оно связано с моей жизнью. Минутка откровения. Она связана с моей жизнью, она связана с определенными ощущениями, чувствами, о той самой высшей точке чувств, которую я когда-то испытала. и, наверное, до сих пор, когда произношу эту фразу «Высшая точка чувств», я закрываю глаза и представляю это время. В этом произведении речь идет о любви, как и в большинстве произведений, которые я написала. Речь идет о любви и об объятиях, которые создают эту самую высшую точку чувств. Я хочу сказать, что оно стало самым ключевым в моем творчестве, потому что так называется моя самая первая программа, с которой я гастролирую по разным городам России и не только России. Так называется мой первый аудиоальбом «Высшая точка чувств», куда вышли произведения авторского сочинения и произведения современных поэтов и классиков. И мы решили именно так назвать мой первый сборник, потому что он первый, потому что это первая программа и первый сборник. Спасибо вам. Спасибо большое, Анна. И если есть вопросы, я по-прежнему призываю вас просто поднять руку, уважаемые читатели. Да, у нас есть вопрос. Первый ряд. Пожалуйста. Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Лаша Чургуля, и я рад всех вас здесь приветствовать. Вы знаете, я не только являюсь директором «Анный Игоин», но и в первую очередь другом. Я просто хотел бы сначала поделиться впечатлениями, извините, ко мне спиной, а потом задать вопрос. Три с половиной года назад я впервые узнал, кто такая Анна Игоин, просто увидел в интернете, мне мои друзья из Екатеринбурга позвонили и спросили, а как можно организовать вечер поэзии Анны Игоин в Екатеринбурге? У них, видимо, было представление, что в Москве все друг друга знают и все как бы общаются друг с другом. Я говорю, ну я же, я ее не знаю. И вы представляете, у нее на тот момент было в Инстаграме 600 тысяч подписчиков и в шапке профиля был ее личный номер телефона. Я ей написал, спустя некоторое время она ответила. Суть в чем? В том, что я никогда в жизни не мог бы поверить, что этот формат популярен, что этот формат может собирать полные залы. И Анна совершенно, не знаю, ворвалась в мое подсознание и когда я пришел в Москве на три мероприятия подряд, где были полные залы, и, то есть, я смотрел на нее, а потом смотрел в зал. То есть, в целом, я достаточно такой циничный человек, смотрел в зал и видел, что там плачут. смотрел сюда, потом обратно. Думал, неужели это работает? И именно благодаря вам происходит то, что сейчас мы видим на сцене. Я не знаю, что сейчас происходит там у Анны внутри, но благодаря зрителю во всех городах, благодаря тому, что вы приходите, слушаете, слышите. Вот, молодой человек, который практически на всех мероприятиях бывает, и не только поэтических, и там наш друг Эдуард Назаров был недавно в Москве со своей инструментальной музыкой, вы тоже были. Это так приятно, это так здорово, что люди совершенно разного возраста и поколения приходят на такие мероприятия. И поэзия жива благодаря таким людям. Не только Анна Игоян, сегодня должен был быть и Георгий Аланский, и ряд других авторов, которые читают не только свои стихи, а это очень важно, ведь вы читаете, только начинаете, но благодаря Анне Игоян о вас могут узнать миллионы людей. И это же здорово. И я благодарен Анне, потому что она с этого начала. Владимир Ток, Довлатова, мужчинам непросто, известные произведения на канале YouTube, ну там, сколько миллионов, я уже не помню просмотров. Да, и так далее. Ряд поэтов. И их много, мы просто о них не знаем. просто не знаем современных поэтов, которые классно пишут. Анна, я хотел бы, знаете, вам какой вопрос задать. Вы выступаете с разными программами. Впереди там два квартирника, был концерт с оркестром, есть форматы, где вы на крыше небоскреба выступаете, с роялем и так далее. В чем особенность каждого из форматов и есть ли какой-то любимый, может быть, уже? Спасибо. Я благодарю, Маша, вас за то, что поделились своими чувствами, ощущениями, эмоциями. Очень рада, что когда-то три года назад мы все-таки начали этот путь и уже многое мы сделали и многое впереди. Что касается программ. Сейчас, на данный момент, у нас несколько программ есть. У нас есть программа «Человеку нужен человек», есть программа «Высшая точка чувств», «Люди Родина моя». И я не могу сказать, какая программа является для меня самой любимой, потому что это очень тяжело сказать. В каждой программе есть своя история и она связана с любовью. В произведении «Люди Родина моя» ключевым произведением является... В программе «Люди Родина моя» ключевым произведением является стихотворение Евгения Нефтушенко «Люди Родина моя». Но на протяжении всей программы я читаю стихи, связанные с любовью к семье, к родным, к родине, к близким, к противоположному полу. В произведении «Высшая точка чувств» я собрала произведения, с которых я когда-то начинала. В этой программе собраны произведения классиков, современников, авторские произведения. Но я поняла, что с каждой программы я хочу, чувствую, что хочу добавлять стихи авторского сочинения. И вот сейчас мы готовим новую программу в которую я планирую добавить много произведений, которые есть в этом сборнике. Для меня это очень волнительный шаг, очень ответственный, потому что об этих стихах, которые здесь, о них практически никто не знает в социальных сетях, потому что я их нигде не транслировала, нигде не читала, они совершенно новые, свежие. Плюс к тому есть еще произведения, которые мною написаны, но не выпущены ни в этом сборнике, и их нет в социальных сетях. И их я бы с удовольствием тоже прочитала для своего слушателя. Также есть прекрасная новая программа, которая будет на, будет представлена на квартирниках, которые пройдут в Москве 13 и 19 февраля. Я сейчас над ней работаю, я уже практически ее завершила, работу над ней, и в большинстве там произведения современных поэтов, о них хочется говорить, ими хочется делиться, потому что, как сказал Аша, о некоторых современных поэтовх люди просто не знают. И я очень рада, что я являюсь таким связующим звеном между новыми поэтами и между людьми, которые, для которых я их открываю. это произведение Владимира Тока, о котором мало кто знал, но сейчас его узнают все больше и больше Екатерина Довлатова. Да, мужчинам не просто собрало большое количество просмотров, и, наверное, именно за счет этого произведения, благодаря этому произведению мужчин становятся на мероприятиях все больше и больше. Спасибо за вопрос. Вопросе была вторая часть. Любимая. Есть ли у вас программа? Да. Любимая программа является программа «Избранная». В эту программу вошли произведения, которые набрали большее количество просмотров, которые близки моему слушателю, которые они выбрали. Эта программа, наверное, является сейчас одной из моих самых любимых, потому что она была представлена в сопровождении симфонического оркестра. Это совершенно новые эмоции, это новое звучание и новые ощущения. То есть видео, которое я записывала, скажем, на произведение Эдуарда Осадова «Я могу тебя очень ждать», оно обрело новые краски благодаря симфоническому оркестру. И совсем скоро для людей, которые не смогут попасть на квартирники 13 и 19 февраля, замечательная новость. В апреле у нас состоится два мероприятия с симфоническим оркестром в Москве, поэтому я буду очень рада видеть всех тех, у кого будет желание посетить этот вечер. Спасибо большое, Анна. И следующий мой вопрос, наверное, продолжение того вопроса, который задал вам ваш замечательный директор, почему поэзия никогда не перестаёт быть актуальной, и почему главным катализатором творчества во все времена была любовь? я недавно где-то прочитала о том, что через любовь к женщине рождается все самое прекрасное. Я думаю, что не только через любовь к женщине, а в принципе через любовь к окружающему миру, ко всему, что тебя окружает, рождается все самое прекрасное. стихи рождаются, потому что мы чувствуем любовь внутри, но не всегда, конечно. Но я хочу сказать, что в моей жизни любовь является самым главным, самым главным чувством, и оно помогает мне чувствовать этот мир, оно помогает мне писать стихи, оно помогает мне двигаться дальше и создавать что-то новое для своего слушателя. И я думаю, что не только для меня, а в принципе для каждого человека любовь это самый большой и самый прекрасный двигатель. Спасибо. Спасибо большое, Анна. И так как Вы сказали, что знакомы с произведениями современных поэтов, и у Вас есть программа, в которую они входят, скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, какие темы предлагают современные поэты сегодня своим читателям. Благодарю. Современные писатели на самом деле поднимают очень много разных актуальных тем. Это тема не только любви. Очень многие писатели поднимают тему, которая касается проблемы с экологией, проблемы взаимоотношения между родителями и детьми, проблемы между в дружеских отношениях, в дружеском общении, между мужчиной и женщиной, проблемы семейных отношений. Очень много проблем, которые действительно актуальны, о которых нужно и можно говорить. Спасибо большое. И, наверное, такой традиционный вопрос для поэтов. Вы помните, как было написано Ваше первое стихотворение, и, если это не секрет, о чём оно было? К сожалению, первое произведение было написано не о любви, оно было написано о потере, о потере близкого и дорогого человека, который является моим вдохновением и с которого начался мой путь в творчестве, в творческой жизни. Это мой дядя, которого я потеряла в 2018 году, простите, в 2014 году. Кажется, что это произошло буквально вчера, и об этом всегда очень сложно говорить, потому что, если ты хочешь быть максимально открытым, значит, нужно быть максимально открытым и говорить про то, что сидит глубоко у тебя внутри. Я не хотела об этом говорить, но я считала должным это сделать, чтобы люди знали, с чего начался мой путь, чтобы они знали, кому я благодарна по сей день. Это дядя, который заменял мне отца, который был мне другом, который был мне братом, и всегда давал понять, что в этой жизни главное верить своему сердцу и никогда не предавать свою мечту. Спасибо большое, Анна. Да, у нас есть еще вопросы за вам. Пожалуйста. Я бы хотела у вас спросить, если это не секрет, где у вас место силы, где вы черпаете большее вдохновение. мне очень бы хотелось узнать. Я вас благодарю. Я, наверное, отвечу банально, но местом силы для меня являются чаще всего это горы и берег моря. Когда я нахожусь у моря, неважно у какого, меня это очень успокаивает. я понимаю, что именно слияние с природой дает мне некое ощущение перерождения, перезагрузки, где я набираю вдохновение и все вдохновение, которое я поглощаю, я понимаю, что я хочу делиться со своим слушателем, когда у меня начинается какой-то длительный творческий путь, дорога, путешествия. И наверное природа вдохновляет меня, но не только она. Меня вдохновляют люди, которые приходят на мои вечера, которые делятся своими историями, делятся своими ощущениями. И любовь ко всему, любовь к родным, к близким, любовь к этому миру, любовь друг другу. Спасибо большое, Анна. Если позволите, в продолжении этого вопроса спрошу у вас о периодах творческого кризиса, если они вообще у вас были когда-то, как вы справляетесь с ними, если они у вас бывали? Да, бывали. Я помню период, когда я писала день за днём, но в какой-то момент просто что-то произошло, я проснулась и поняла, что не получается написать ни строчки, либо я начинаю писать, но что-то меня останавливает и просыпаясь на следующий день с желанием продолжить то или иное произведение, у меня не получается. я очень сильно расстраивалась по этому поводу, я не понимала, что происходит и в чём причина, и я поняла, что не стоит трястись, не стоит трясти себя и задавать себе вопрос, почему, что происходит, когда это закончится, а просто дать какую-то передышку, сделать какую-то паузу, и я помню момент, когда и мама, и директор вдруг обратились ко мне с вопросом, так когда будут новые стихи, мы их ждём, что происходит? И я поняла, что вдохновение, оно всегда летает где-то вокруг нас, оно всегда рядом, и вопрос в том, когда мы хотим открыть этому вдохновению двери. Раньше я думала, что вдохновение само приходит, когда оно захочет, но потом поняла, что мы сами открываем дверь вдохновению, когда мы чувствуем это. И вот спустя длительное время, наверное, спустя три года такого кризиса, два с половиной года, я написала своё первое произведение спустя длительный перерыв, и всё прошло как по маслу. Спасибо. И у нас есть вопросы с зала. Пожалуйста. Здравствуйте. Чуть-чуть опередили мой вопрос, он созвучен с тем, что вы уже сказали, но тем не менее, во-первых, хочу выразить вам свою признательность. вы выглядите очаровательным. Спасибо. Может быть, сами этого не ведая, хотя думаю, что ведая, вы с какой-то деликатнейшей осторожностью, ну, с любовью, очевидно, вы затрагиваете у своих слушателей самые тонкие какие-то волокна души, живой души. Я смотрела, к сожалению, в записи, ну, или к счастью, потому что я бы залила весь зал там, наверное, вот концерт ваш в космосе даже был. Это было восхитительно. Спасибо вам. Благодарю вас. И к вопросу. Около мы всё ходим-ходим, и, несмотря на переполняющие меня сейчас эмоции, немножко волнуюсь, и волшебство момента, а всё-таки технические момент. Технический вопрос, тоже немножко рифмую строчки. Как? Как вы начинаете стихотворение? То есть у вас эмоция яркая, да, вы видите солнце, небо, звучит музыка в наушниках, у вас встреча с человеком, у вас какая-то строчка в голову приходит, вы её записываете там в заметке в телефон или тут же льётся, и вы не можете не писать. Вот самый технический момент, если вы сможете этим с нами. Спасибо. Благодарю вас. Я признаюсь честно, я до сих пор волнуюсь, вроде я уже некоторое время сижу здесь, общаюсь с вами, а волнение как-то оно всё не уходит, наверное, от того, что я понимаю, насколько этот день важен для меня, и знаете, когда я впервые немного отойду от вопроса и безусловно к нему вернусь, просто хочется поделиться с вами теми ощущениями, эмоциями, которые сейчас я испытываю, они, наверное, похожи на те, когда я впервые взяла сборник в руки. Как это было? Мы дошли до пункта выдачи моих книг. Я села за стол, чтобы подписывать их. Как было изначально обговорено, 100 книг подписанные будут разосланы в разные города, и счастливчики получат свои книги с автографом. И я подписывала книги, подписала уже 50 книг, и не понимала, что происходит. Я не осознавала этого момента. И знаете, когда мы сидели, и играла музыка, играла музыка Людовику Энауди, того композитора, с которого я впервые, наверное, начала, под которого я впервые начала читать стихи. И играла композиция, которую я впервые услышала из его творчества. Знаете, я сижу, я открываю очередную книгу, 51-ю, я ее подписываю, и сидит человек и задает мне вопрос, что вы ощущаете прямо сейчас? Вы осознаете, что вы подписываете свои книги? Знаете, когда он задал мне этот вопрос, я вот пришла в себя, пришла в чувства, я просто посмотрела на людей, которые были в этом помещении. И слезы просто градом окутали все мое лицо. Я говорю сейчас, у меня мурашки по коже, потому что вот сегодняшний вечер, мое состояние сейчас полностью можно описать именно таким чувством, мурашки по всей коже, потому что я повторюсь, некоторое время назад я сидела на среди вас была на месте зрителя, и я смотрела, как люди говорят о своих книгах, насколько трепетно они к этому относятся, как долго они шли к этому шагу. И я просто понимаю, что я задыхаюсь от счастья. В одном произведении есть строчка, не мною написанном, счастье — это когда тебе нечем дышать, если этого нет, значит, это не счастье. Вот сейчас мне нечем дышать, и я вас благодарю за эти эмоции. Как рождаются стихи? Стихи рождаются очень интересным способом — это вспышка. У меня так. Я не могу писать, то есть я не могу знать, когда вдохновение, когда я открою дверь вдохновению. У меня никогда не бывает под рукой специально ручки, блокнота или книжки, в которые я могу сделать заметку. Чаще всего это происходит, когда я нахожусь в дороге, когда грядут какие-то перемены, когда я чувствую, что сейчас мне предстоит долгий тур по разным городам, и я готова записать свои ощущения в телефоне. Это происходит, потому что телефон всегда в наших руках, и это единственное, что может найтись под рукой в первые секунды, когда ты открываешь этому порыву вдохновения двери. И это было даже недавно. Я ехала в машине, я была в пробке, и до меня, знаете, пришло такое осознание, что пробки, наверное, это замечательная вещь для того, чтобы остановиться и подумать. Ну, конечно, не в том случае, когда ты куда-то опаздываешь. Но, к счастью, я никуда не опаздывала, и я наслаждалась этой пробкой, я наслаждалась этим порывом вдохновения, которым я просто открыла эту дверь, и они меня окутали с ног до головы. Я даже сидела на заднем сидении в такси, я понимала, что звучит классика в радио такси, и я, не скрывая слез, я начала писать. Я записала несколько строчек, и тут самое главное не останавливаться. Если ты даже среди ночи чувствуешь, что хочешь что-то написать, просыпаешься, записываешь какую-то строчку, у меня просто было такое, я поняла, что это большая ошибка. Я проснулась среди ночи, я... в моей голове возникли какие-то две строчки, я подумала, я завтра вспомню, я проснусь и обязательно их запишу. Не записала, потому что не вспомнила. Поэтому самое главное записывать сразу, когда это... когда ведет этот порыв. Спасибо. Спасибо большое, Анна. И у нас есть еще вопросы с зала. Пожалуйста. Дорогая Анна, во-первых, хочу поблагодарить вас за ваше творчество, за то, что вы нас вдохновляете. И хочу спросить, есть ли какое-то одно самое любимое ваше стихотворение? И как вы думаете, можно ли научиться ремеслу поэта? Или же это какой-то дар свыше? Благодарю вас. Я считаю, что ремеслу поэта может научиться каждый, если он откроет этому свое сердце. Я даже как-то говорила об этом на своем вечере, что это возможно кто-то это ценит как дар, но это действительно дар, который дарован каждому. Просто мне кажется, человек должен заглянуть в себя и понять, что он это может. Каждый может это сделать. Я считаю, что это так. Я написала, если вы хотите спросить у меня про авторские естественные произведения. Да, я написала произведение, которое называется «Ты целитель и маг». Как раз именно оно, именно в нем есть история того, с чем я вдохновляюсь. В этом произведении я говорю о том, что каждый из нас является целителем и магом. Каждый мой слушатель, каждый мой слушатель, каждый человек, который открывает сердце любви, является целителем и магом. С вашего позволения я бы его вам прочитала. Читать я буду без музыки. Такое, кстати, у меня происходит впервые, поэтому я однако волнуюсь. спасибо. Ты целитель и маг, если полон любви, если упав во враг, ты не становишься злым. Ты целитель и маг, если добро внутри теплится и освещает путь от темна до зари. Ты целитель и маг, если на всех языках, даже если неправ, сможешь сказать прости. Не потому, что слаб или гордость лишили прав, просто тебе так важно сберечь теплоту двоих. Ты целитель и маг, если сберег мечту, если идешь вперед, не замечая тьму. Ты целитель и маг, но не заблудись в пути, будет всегда любовь, только себе, немки. я благодарю вас. Уважаемые читатели и гости, сложно продолжать после такого чтения. Спасибо вам большое, Анна, и время нашей встречи подходит к концу. Есть ли у кого-то остался вопрос, вопросы, которые вы хотели, но стеснялись задать? Да, у нас есть такие вопросы. Это будет, наверное, предпоследний или последний вопрос, и потом мы перейдем к автограф-сессии. Пожалуйста. Спасибо вам большое за ваше творчество. А знаете, какой у меня вопрос, а как вот вам наша социальная обстановка, политическая, вы в нее вникаете или для вас важно жить в своем мире? Вот насколько она может влиять на вас? Потому что мы знаем, есть очень много социальных стихов поэты. Насколько вы вот с этим миром замодите или наоборот стараетесь ограждаться о немом? Благодарю вас. Я совершенно не о политике. Я даже не вникаю в то, что происходит в политической жизни. Да, совершенно точно. У меня есть свой мир, который наполнен любовью, вдохновением, светом, добром. Это именно те чувства, которые соединяют нас всех. не смотря на политическую обстановку, не смотря на нашу национальную принадлежность. Поэзия, она объединяет. И я хочу делать именно это, объединять нас всех любовью. Спасибо. Спасибо большое, Анна. И у нас есть еще один вопрос. Первый ряд, пожалуйста. Анна, добрый вечер. Меня зовут Зоя. У меня вот такая будет небольшая предыстория, как вообще познакомилась с вашим творчеством. Еще несколько лет назад я прочитала стихотворение Юлии 28 лет назад. И мне оно очень понравилось и как-то не обратило на самом деле внимание. И вот прям помню этот день, когда дядя мне сказала, мы сидели на кухне, она включила в ютубе стихотворение, которое вы читали, и я сказала, послушай, пожалуйста, это стихотворение. и вот эти вот две минуты, которые я прослушала, как будто я просто прожила вот эту вот всю историю, и я просто села и стала слушать все произведения, которые ты читала. Мне просто, я не знаю, что с тобой происходило, я понимала, действительно, как это важно, как преподносит стихотворение, и как ты действительно это можешь прочувствовать, именно вот как вы это делали. у меня вот вопрос такой, действительно, вот я тоже начала заниматься поэзией, действительно ли вот именно поэзия в вашей жизни это помогало найти какие-то ответы на такие душераздирающие вопросы, которые невозможно просто как-то самостоятельно найти, потому что когда общаешься, например, с поэтами, я сама как бы с детства у меня была любовь к литературе и по сей день, вот, и на люди, которые профессионально занимаются этой деятельностью, у меня действительно интересно, помогает ли это вообще в жизни именно вот помочь себе внутренне. Благодарю вас за вопрос. Я очень рада, что вы со мной уже так много лет, что вы следите за моим творчеством. Мне, безусловно, это как поэту, как чтецу очень приятно. Да, наверное, я в каждом произведении нахожу ответ на свой вопрос. стихи не только дают мне ответы, но они лечат меня. Когда мои слушатели приходят на мероприятие и говорят о том, что стихи помогают им найти ответ на вопрос, они их исцеляют, я всегда говорю о том, что это происходит и со мной. Мне кажется, стихи воспитывают в нас какие-то нравственные ценности, наверное, которые… Потому что жизнь идёт и нравственные ценности, они меняются. У меня даже была работа на эту тему, как влияет литература на наше нравственное воспитание. Литература в целом она очень даёт мощную пищу для сердца, для ума. она является очень хорошим двигателем, она воспитывает в нас правильные ценности, она нам говорит о любви, она рассказывает нам про взаимоотношения, про семейные ценности, про дружбу, про жизнь. Это целый мир, который нас учит, учит любви, учит добру и учит свету. Спасибо. на этих замечательных словах мы не закончим вечер, у нас финальный вопрос из-за. Здравствуйте. Я хочу задать такой вопрос, что мотивирует вас писать стихи? Благодарю вас. А сколько вам лет, если не секрет? Двенадцать. Я хочу вам сказать большое спасибо за то, что в таком юном возрасте вы посетили сегодняшний вечер. Благодарю за вопрос, потому что, знаете, меня очень радует, что очень много юных слушателей у меня становится все больше и больше. Это прекрасно. Спасибо вам за вопрос. Что меня вдохновляет писать? Как я уже говорила, где мой источник вдохновения? Это в слиянии с природой. Не только с природой, но и наверное любви. Я нахожу большое вдохновение, когда ощущаю это чувство, когда чувствую любовь к своему слушателю, когда мы с ним общаемся, когда мы делимся своими эмоциями. Даже после каждого прямого эфира, который проходит в социальных сетях, я чувствую большой прилив эмоций и вдохновения, который является таким двигателем для создания чего-то нового, интересного и тем, чем хочется делиться. Спасибо. Спасибо большое, Анна. И наверное теперь еще один финальный вопрос из залом. Вас слева. Пожалуйста. Добрый вечер, Анна. Очень рада Вас видеть. Меня зовут Василия. Я уже слушаю Вас 2-3 года, но не могу возраст найти Ваши. Это мне очень интересно, потому что когда Вы успели на все это, я очень искала везде, но не нашла. Если не секрет, мне очень интересно было. Все, спасибо. Спасибо Вам за вопрос. Я думаю, что не только Вас он интересует сегодня и здесь, но и многих. Мне 25 лет. Я даже забыла на мгновение сколько мне лет. 25 лет. Боже мой. Знаете, я понимаю, что мне 25 лет, и в моем возрасте у моей мамы была уже я, пятиленнее, которая бегала по дому. Но сейчас у нас, конечно, другие цели, другие жизненные ценности. все стремительно развивается. Мне 25 лет. Я пишу стихи, читаю стихи и с удовольствием делюсь этим с вами. И буду делиться еще очень-очень долго. Спасибо. большое Анне.